Доброе утро, друзья! Приветствую вас на еженедельном утреннем шоу. Доброе утро, Доза Пицца! Чувствую, что с миллиарда не все дожили до понедельника почему-то. У нас так ряды немножко поредели. Вот, сегодня у нас последняя еженедельная встреча. Вот видите, такая замечательная фотография, символизирует Новый год Додо Пиццы. На самом деле для всех наших розничных компаний, для наших партнеров, для нашей розницы это жаркое время, последние дни декабря и начало января. Глеб, следующий слайд. Значит, смотрите, на самом деле мы приближаемся к цифре миллиард не только всей нашей сети, которая включает сегодня 6 стран, но и в России, что тоже большое достижение. На текущий момент у нас 993 миллиона и я думаю, что, Марсель, сделаем мы миллиард в России? Без всяких сомнений. Что говорите? Еще одну вечеринку миллиарда. Да. Ну, собственно, вчера, кстати, не вчера, в субботу мы сделали абсолютный рекорд по выручке за все время существования нашей сети. Если я не ошибаюсь, только в России было 7,5 миллионов, а если добавить международные франшизы, то 7800. Вот, это опять вечеринку? Юль, надо вечеринку устроить. Ну и следующий слайд. Значит, да, у нас прошла, быстро, значит, пройдемся по новостям. У нас прошла, я считаю, наверное, лучшая в нашей истории вечеринка. Я, честно сказать, вообще на таких вечеринках еще не был. Те люди, которые, значит, у нас были, они вообще, ну, не могли понять, они в офисе находятся или где-то в ночном клубе. Вот, то есть хочу сказать огромные слова благодарности организаторам, предлагаю им похлопать. Вот. Они реально вложили душу. Вот, все было организовано на самом высшем уровне, очень креативно. Глеб, следующий слайд. Ну, я думаю, что мы, это не последняя вечеринка, не последнее наше достижение. Вот, значит, мы приглашали на нашу вечеринку наших партнеров, и утром, в день вечеринки мы проводили круглый стол с партнерами, где ключевые наши партнеры, в которых либо больше, большое количество пиццерий, либо это наши старые партнеры, которыми работаем с самого начала системы франчайзинга, были приглашены на нашу вечеринку. Мы хотели на самом деле позвать всех, но понимали, что просто мы напросто уже не вместимся в этом офисе все вместе. Плюс, конечно, декабрь, особенно для начинающих пиццерий, это очень жаркое время, у которых еще формируются команды. Вот. И в процессе круглого стола мы ответили на самые жаркие вопросы наших партнеров. На самом деле это прекрасная практика, когда можно задать любые вопросы, получить ответы. И все презентации, значит, ответы на вопросы мы записали на видео, все это выложим и нашим партнерам. И я очень рекомендую посмотреть всем вам, потому что там будет много ответов на разные вопросы. Я скажу, что этот круглый стол очень полезен был и для нашей управляющей компании, потому что мы узнали мнение и приняли там ряд серьезных решений после этой встречи. Вот. Глеб, пожалуйста, следующий слайд. Ну и, конечно, наши партнеры посетили пиццерии с экскурсиями. Вот даже Женя Тимошенко с самарской командой успели поработать на Первомайской, зашли посмотреть. В итоге Женя развозил пиццу, а самарские ребята помогали на кухне, на станции доставка. Вот. Вот. Собственно, да, на самом деле можно устраивать доту-туризм, ездить по городам, приходить в пиццерии и при необходимости помогать. Количество пиццерий растет. И сейчас я достаточно часто слышу о том, что люди встречают наши пиццерии случайно в каких-то городах. Вот когда я выступал с лекцией в СГУ, девушка рассказывала, что они шли по Ростову, случайно гуляли, и тут смотрят доту-пиццы. Они просто были в шоке. Вот. Потом они точно так же в Майкопе, в небольшом городе, тоже встретились с дотой-пиццей, были шокированы, что в таком небольшом городе есть дотой-пицца. Что у нас произошло в нашей сети? Значит, знаменательное событие. Открылась первая пиццерия в Москве. То есть это 74-я пиццерия. Заработала она в субботу. Два дня она работает, пока открылась только на доставку. Открыл ее наш партнер Станислав Семенов со своим партнером, отцом Василием Семеновым. Вот. Ну и, собственно, это первый шаг к освоению этого гигантского рынка. Мы планируем... Андрей, сколько мы планируем там пиццерии открыть? Порядка 112 минимум. Да, это минимум 113 пиццерий без учета дотопицца и кофе, дотопицца экспресс. Это на самом деле просто гигантский рынок и с огромным платежеспособным спросом. Ну вот, собственно, фотография первой московской команды. Значит, смотрите, что нас еще ждет под Москвой. Если в Америке мы уже напрямую, ну мы готовимся, так сказать, к конкуренции с крупнейшими мировыми сетями, то в Химках эта конкуренция уже началась. Вы знаете, что, значит, мы стали заниматься Химкинской пиццерией в этом году. Значит, до этого она принадлежала нашим партнерам, Алене Ивану Тиховым. Алена сейчас работает в Америке. Так вот, значит, Химкинский рынок очень конкурентный. Сейчас там оперируют три транснациональные сети. Это Pizza Hut, Domino's и Papa John's. И для нас вот это сражение с конкурентами в Химках, сражение за клиентов является очень знаковым, потому что мы никогда еще лицом к лицу не сталкивались со всеми тремя конкурентами. И нам нужно в первую очередь себе доказать, что мы можем конкурировать и побеждать. Поэтому для нас сейчас Химкинский рынок является наиболее таким знаковым, ключевым, ярким. Вы можете видеть, в офисе сейчас висят метрики по пиццерии в Химках. У нас есть идеи, план действий. Ну и, собственно, наша задача стать номер один на рынке Химок. Николай Бурдин, его команда в Москве, сейчас уже Николай, Ирина, ты здесь, да? Коля уже в Москве, да? Все понятно. А, значит, Коля вот вернулся в Москву как раз потому, что не может оставить пиццерию, потому что в январе задача привлечь новых клиентов и занять новую долю рынка в Химках. Вот, ну, будем смотреть, но я думаю, что никто не сомневается, кто станет победителем. Значит, и я сегодня хочу рассказать о международном развитии в 2016 году. Значит, немногие про это знают, про наши планы. Смотрите, на самом деле, как я уже говорил вам, мы в 2016 году сфокусируемся на внутреннем развитии, на развитии компании, развитии продукта. Мы даже отказались от нескольких международных проектов, точнее не отказались, их отложили в 2016 году. Но в 2016 году мы начнем создавать основу для дальнейшего движения на международной рынке. Какие проекты мы запустим? Во-первых, у нас же компания, появился замечательный сотрудник, вы все его знаете, он прекрасно пел у нас на вечеринке. Просто, значит, я думаю, что это теперь в бухгалтерии желанный гость, потому что он посвятил песню целую в бухгалтерии. Вот, Антон Дирягин. Антон Дирягин идеально знает английский, он читает Оскар Уальда в оригинале, он жил долгое время в Канаде, учился в Канаде. И чем занимается сейчас Антон? Во-первых, Антон помогает нашей американской команде с документами, с переводами, с текстами для маркетинга, для блога. Во-вторых, Антон с Артемом Скворцовым сейчас готовят проект в сайту нашей франшизы, о нашей системе на английском языке. То есть это будет сайт первый, где мы очень подробно расскажем, что мы вообще делаем, чем мы отличаемся. И Антон начнет этот сайт продвигать, он зарегистрируется во всех всевозможных международных каталогах франшиз, создаст группу в фейсбуке, где будет рассказывать о нашей франшизе, о новостях. Значит, его задача Антона начать формировать первый такой вот, сделать шаг в продвижении нашей франшизы на международный рынок. Второй шаг, который мы делаем в январе, к нам придет в компанию Антон Вахотин, я думаю, что многие его знают, это преподаватель английского, и теперь он будет работать у нас в компании full-time. Помимо того, что Антон будет отвечать за развитие, скажем так, знания английского в компании, будет устраивать различные мероприятия по продвижению английского. Также Антон, значит, сначала погрузится, он будет работать в университете ДОДО, в учебном центре, Антон погрузится в вообще наш бизнес, в процесс обучения, у него есть знания о педагогии теоретические и английский. И задача Антона постепенно начать создавать программу обучения на английском языке, чтобы уже в 2017 году мы могли принять студентов в франшизе, которые не знают русского. То есть мы знаем, что английский язык – это язык международного общения, и в Китае, допустим, когда мы искали менеджеров китайских, которые могли бы поехать к нам обучиться, гораздо, конечно, проще найти тех, кто знает английский язык, чем тех, кто знает русский. Русский достаточно немного в Китае знают, хотя, наверное, больше, чем, может быть, в каких-то других странах. Также я хочу сказать, что у нас двое сотрудников из розничной компании, которых отобрал Андрей Киреевский, в январе-феврале поедут в Америку. Это Полина Гущина и Андрей Остафьев. Емельян, значит, как раз с ребятами, с Антоном и со вторым Антоном, сейчас тренируют Полину с Андреем, чтобы они могли обучить на английском языке американских пиццемейкеров процессу приготовления пиццы. То есть вот это будут первые люди, которые поедут именно помочь консультациями, обучением, тренингами запускать американскую пиццерию. Ну и, собственно, мы становимся, мы будем развиваться в Америке. И я думаю, что один из ключевых таких для нас будет источников кадров для Америки – это будет Россия. Потому что, значит, в Америке нам нужны будут и те, кто будут заниматься развитием информационной системы, и маркетинга, и розничной сети. И я думаю, что в России очень много людей, которые бы хотели попробовать и поехать развиваться в Америке. Поэтому мы будем активно готовиться, устроить такой фундамент для международного дальнейшего развития. Ну и, собственно, все будем учить английский, будем вкладываться в это, продвигать, пропагандировать. Глеб, пожалуйста, следующий слайд. Ну и, собственно, у меня последняя картинка на сегодня. Значит, я обычно ставлю такие про 2016-2015 год картинки, где там нарисована буря, кораблик плывут. Вот сегодня я решил такую картинку оптимистичную поставить, потому что я полон оптимизма. Потому что Новый год – это новые возможности. И я уверен, что нам сложно даже представить, что будет в 2000, когда мы соберемся в конце 2016 года, чтобы подвести итоги, что будет интересно, что мы сделаем, что сделает каждый из вас. Поэтому я поздравляю всех с наступающим Новым годом и желаю всем успехов и вдохновения в Новом году. Спасибо. А сейчас выступит Паша, Павел Макуха и расскажет вам много интересного о том, что нас ждет летом 2016 года. Доброго всем утра. На самом деле, большого подготовленного выступления у меня нет, поэтому вы простите, Федор немного забегает вперед. Привет. Я хочу вам рассказать о том, что в следующем году, ну, в принципе, как и каждый год, нас ждет съезд партнеров. И, дорогие друзья, я вас всех приглашаю. В следующем году мое подразделение стартапы закупки будет заниматься организацией съезда. Вас ждет много интересного. Вы найдете ответ на то, приедет ли Артем на футраке. Вы узнаете, где он будет проходить. Вы узнаете о том, как мы будем обучать ваших менеджеров и как мы будем делиться опытом по развитию наших розничных сетей. Много-много всего интересного в следующем году. Ну, наверное, можно похлопать. Спасибо. Мы достаточно долго делали видео со съезда 2015 и решили, в итоге, что это видео будет приглашением к съезду 2016. Вот, поэтому сейчас будет видео о том, как прошел съезд в прошлом году и, собственно, все встречающие в новом году в новом съезде. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»